Микс Ньюс На радио Болтком Программа Переплет Здравствуйте, уважаемые книголюбы Добрый день Михаил Губин в студии И Олег Пека И мы сегодня, буквально накануне В преддверии 1 сентября Завтра в школу Решили посвятить этот выпуск программы Переплет Как раз таки школе Но охватить две темы Первая тема, она связана с писателями Которые, ну вот, хорошо или плохо учились Вот мы поговорим о том, как писатели Относились к школьным годам Да И вторая тема, соответственно Это, если мы будем вместе с вами Вспоминать книжки про школу Про учебу, которые вы читали в детстве Которые как-то вам запали в душу Звоните нам по телефону 67212-93-9 67213-93-9 Начнем с писателей Да, если говорить по первой теме То тут, конечно, мне кажется У них мнения быть не может Большинство писателей Кажем, писателей классик Писатели русские В школе Школу относились В школе относились не очень Прямо скажем Вот Да, вот Я делал даже такую подборку Смотрим А вот нашел Чехов В Таганрогской гимназии В третьем классе Был отставлен на второй год Из-за географии и арифметики Два года просидел в пятом классе Так как не выдержал испытания По греческому языку На выпускных экзаменах Получил по математике тройку В аттестате Три, пятерка, три, четверка Четыре тройки Чехов вспоминал Таганрогская гимназия В сущности Проявляла Представляла Арестантские роты Особого рода Алексей Толстой Николаевич Провалился с треском На экзаменах Четвертый класс Самарского реального училища Писал С печалью вспоминаю Затклые классы Самарского реального училища Кресиное рыло Классных наставников Инспектора Волкова Шелковой бородой Бледного негодяя Ломавшего детскую психику Куприн Александр Иванович В 1876 году Пошел в Александровское Малолетнее сиротское училище О котором вспоминал Казенная обстановка Злобные старые девы Воспитатели Зверстники Что были с самого начала Исковерканы А в 1888 году поступил Во вторую Московскую военную гимназию Через два года Преобразованную В кадетский корпус Который описал В повести кадеты Тупость начальства Всеобщий культ кулака Публичные опорки Маяковский Учился в 1902 году В кутаистской Классической гимназии Рисовал карикатуры На преподавателей Через окно Выпрыгивал на улицу Прям писал биографии Не до учения Пошли двойки А если брать Зарубежные писатели Вот пожалуйста Томас Манн Поступил в частную Прогимназию Доктора Бусениуса Не взлюбил его Первого дня Через шесть лет В Любекской реальной гимназии Дважды оставался На второй год Так и не получил Аттестата Гимназию до старости Вспоминал с ужасом Мопассан В 1863 году Поступил в семинарии В Ивета В 14 лет Они украли У голодовщика ключи Ночью проникли в погреб Закатили пирушку Мопассана Из семинарии выгнали И я думаю Эти примеры Не единичны Их можно продолжать Прямо Вот вас нужно было В организаторы выставки Как раз в этом нынешнем году В самом начале его В Санкт-Петербурге В музее Достоевского Проходила выставка Как учились писатели Вот они сделали Тоже подборку Великих русских писателей Как раз таки там были И Лев Толстой И Гоголь Пушкин И даже журналисты Издевательски Описывая эту выставку Отмечали Что из 15 представленных На выставке писателей Буквально несколько Вот Два-три Более-менее С грехом пополам Как-то Ну Учились Все остальные Были двоечниками Получили Домашнее образование Оставались на второй год Но Единственное Что много читали Ну то есть Вот на этой выставке Отмечалось Что Как раз Там чуть ли не слова Вот выделены были Пушкина Чтение Вот лучшее Да Известные Сам Пушкин Тоже был И хулиганом Еще тем В царско-сельском лицее Естественно Он там И зажимал Фрейлина Поскольку Совмещался С творцом Крыло лицея И там И выпивали Они И хулиганили И дрались И конечно же Доводили сверстников Но тем не менее Вот он В царско-сельский Лицей Он приравнивался По-моему К университету То есть Лицейсты изучали Этику, логику Историю России Чистописание Три языка Кроме русского Латынь, французский Немецкий То есть Образование было Очень Ну такое Ну высокого уровня А вот Иосиф Бродский В школе учился Неплохо А ужасно Плохо Страшно плохо Упрямый Настойчивый Ленивый Грубый Мешает проявлению Уроков Шалит Домашние задания Письменные Задания Выполняет Очень плохо И совсем не выполняет Тетради имеют Неряшливые Грязные С надписями И рисунками Тем не менее Способный Мог быть и отличником Но не старается Вот такая была Характеристика Четвертого класса Иосифа Бродского Которому 10 лет Он ходил тогда В ленинградскую школу Ну и тем не менее Отмечалось Что он много читает И хорошо рисует И замечу Что В восьмом классе Бродский Бросил школу В 15 лет И В нее не возвращался Больше Ну а затем Был преподавателем Университетов Когда эмигрировал И вот я хотел Прочитать его стихи Посвященные школе Давайте Темно-синее утро В заиндевевшей раме Напоминает улицу С горящими фонарями Ледяную дорожку Перекрестки Сугробы Толчию В раздевалке В восточном конце Европы Там звучит ганнибал Из худого мешка На стуле Сильно пахнут Под мышками Брусья на физкультуре Что до черной доски От которой мороз по коже Так и осталось черной И сзади тоже Дребежащий звонок Серебристый иней Преобразил в кристалл Насчет параллельных линий Все оказалось правдой И в кость оделась Неохота вставать Никогда не хотелось Да Вот абсолютно Такое Достаточно Пессимистичное Отношение к учебе Николай Васильевич Гоголь Вот обнаружил познание Только по закону Божию В остальных науках Как говорят Был откровенно слаб Вот единственный педагог Который оставил о Гоголе Свои воспоминания Это был учитель латинского языка Цитирую Он учился у меня три года Ничему не научился Во время лекции Всегда держал под скамьей Какую-нибудь книгу И читал Да и что И не отнимали? Ну очевидно Вот уже махнули рукой Дескать Гоголь Что с ним выезжает Ну вот на второй курс Льва Николаевича Толстого Вообще не хотели Его переводить Из-за плохой успеваемости Он тогда был вынужден Переводиться С факультета словесности На юридический Ну и там получил Тоже характеристики На лекции не ходит И весьма ленив Вот Так что в принципе Вот если так взглянуть Буквально Ну вот пройтись По великим писателям То везде мы видим Одну и ту же картину Как ни странно То есть отвращение К учебе Отвращение К систематическому Получению знаний И какое-то вот желание Самообразования То есть Самому себе Составлять какую-то Программу обучения И следовать Возможно даже Кроме Пушкина Никто об учителях Не отзывался хорошо Ну редко Пушкин мы знаем Он там воспел В стихах И Куницына Директора лицея И прочее Но остальные В основном Так все-таки Унылое рыло Ну вот Джордж Бернард Шоу Например У него Знаменитая фраза Тоже Я прихожу в бешенство От одной мысли О том Сколько бы я всего узнал Если бы мне не нужно Было ходить в школу Парадокс Ну и также Например Польский писатель Габриэль Лауп Он писал так Мы учимся всю жизнь Не считая десятка лет Проведенных в школе Тоже Ну вот Такие парадоксы Школа не имеет Ничего общего С образованием Это институт контроля Где детям Прививают навыки Общежития Это сказал Нобелевский лауреат По литературе Инстант Черчилль Ну то есть Вот если вот взять Ну Марк Твенд Я никогда не позволял Чтобы мои школьные занятия Мешали моему образованию То есть Ну вот абсолютно все С ехицей Обязательно Вот с каким-нибудь Парадоксальным вывертом Ну намекают на то Что школьные годы Потерянное время Десять убитых лет Если ты не занимался Самообразованием Ты их просто пропустил Да и вспоминают Именно учителей Этих на стаде Как людей Которые мешали Во многом это делать Которые ломали Детскую психику И особенно русские классики Конечно У них школа и тюрьма Во многом воспоминаниях Это очень-очень похожее Перекликаются Вот лорд Байрон Например Он сменил Несколько школ Он учился в частной школе Доктора Глэн И публичной школе Хэрроу И это престижнейшие Были вот школы В Великобритании Наряду с Итаном Их ставили И тем не менее Вот директор Хэрроу Вспоминал Что Байрон Пришел к нему Уже перевелся С характеристикой Мальчик плохо подготовлен Но смышленый Ну вот это вот Приводилось в его Биографических книгах И конечно вот Его учителя очень Ну ругали за то Что он без конца читал То есть отвлекался от уроков Но он читал Буквально и в постели И во время еды И буквально на занятиях Тоже держал книжку Там на коленях И в принципе Ну вот именно Благодаря этому Собственно Наверное он и Получил свои знания Уолт Уитмен Если брать Тоже ну вот Американскую Литературу Он родился Правда в небогатой Очень семье фермеров И не имел возможности Получить хорошее образование Посещал какое-то время Местную школу Но даже за нее Не было возможности Платить И поэтому ему Приходилось больше работать То есть он Работал посыльным Наборщиком Журналистом Ну и постепенно Постепенно Начал публиковаться Но вот о школе Тоже у него были Самые негативные воспоминания Анна Ахматова Тоже вот пишут Та же самая история Особого рвения к учебе Ахматова не демонстрировала Пишут в ее биографиях Не стремилась получать Хорошие оценки Она уже с детства Предпочитала сочинение стихов Но изменилось все В более выпускных классах Тогда она готовилась Все-таки к поступлению Ну я понимаю, что в университеты На женские курсы Она собиралась поступать на юрфак И поэтому тогда Вот она взялась уже за учебу И отмечают, что там она Особенно интересовалась Историей литературы Ну какая-то у нас Не педагогическая передача Получается с вами Вот если нас слушают Школьники Или будущие школьники Может быть Что же они подумают Так какой вывод Они могут сделать Я думаю, что в принципе Наверное, они должны сделать Вывод прежде всего Тот, что Как я уже говорил Что все-таки Все писатели Все люди Которые чего-то добились Они этого добились Самообразования И понятно, что В первую очередь Гнев, наверное Ну их там Негативное отношение Было связано с Ну вот приемами воспитания Ведь не секрет Если мы будем вспоминать Там гимназии Школы И может быть Даже и недалекого прошлого Это в основном Забрежка Это такие Достаточно Досаждение дисциплины Такой Получной Да, да И это Наверное, вот именно Этим школа Она отталкивает Как-то Отвращает Может быть А не тем, что Она дает знания Вот Я просто сейчас Обращаюсь Может быть Именно к тем Кто действительно Может быть Трактовать Наши Ну вот Подборку Этих фактов Как Ну Желание Оттолкнуть От учебы Оказалось, что Учиться Не обязательно Нет Учиться надо Конечно Вот Но между прочим Действительно Я Поскольку я Читал Следующую литературу В детские годы Я обратил внимание Что Это даже Культивировалось Вспоминания Какие-то Какие-то Значит Ну Рассказы Повести Из Революционной жизни Обязательно Показали Гимназию Школу Как что-то такое Ну Нехорошее Темное Страшное Действительно Вот советская школа Это да Это там В принципе Все было Все хорошо Можно сказать В принципе Ну там Конечно Мелкие недостатки Но в целом Все хорошо А вот Гимназия Там Какие-нибудь Там Ну Школы Вот я Например Помню В детстве Прочитал Трилогию Александра Яковлевна Бурштейна Дорога уходит вдаль Действия Происходит в Вильнюсе Как раз Где-то в конце В конце 19 Начале 20 века И там Значит Героиня Протагонистская Значит Которая Прототип Которая Сама Александра Бурштейна Юная Сашенька Яновская Начинает учиться В женском институте И вот там И потом Очень интересно Подробно описаны Порядки Подробно описаны Там Нравы Как там Поскольку там Были Учились только Одни девочки Они изображали Примет своего Обожания Какого-нибудь Преподавателя Там Этого самого Какого-нибудь Учителя Там даже Дворника Может быть Дарили ему Какие-то подарки И прочее Очень интересно Написано Но тем не менее Подчеркивается Всюду Мысль Как там В основном Учителя Губили Юные души Как там Действовали Муштрой Строгостями И конечно Такой момент Что Впервые Как бы Главная героиня Там Религиозные мотивы Несмотря на то Что ее отец Был виден Религиозным Еврейским Деятелем В Вильнюсе Это никак не подчеркивается И только в этот момент Подчеркивается Что она Впервые почувствовала Что она Инноверка Еврейка Как они пришли В школу Во-первых Они экзамены Сдавали отдельно И более трудно Им задавали вопросы Чем другим Всем Чтобы Как бы Уменьшить шансы На их поступление В этот Женские институты И потом Когда скажем Были уроки Закона Божьего Одни там У католиков Другие у православных Бедных Значит там Инноверских девочек Их там Их все равно Заставляли сидеть В этом классе Слушать там Да Хотя они там Ну не знаю Тихо сидели там Все равно И вот Как-то вот такое Это разделение Которое они сразу Почувствовали Значит все Там вот это Очень так живо Описаны такие Нравы Вот из царского Царских учебных заведений Я помню что У кого-то Из тоже классиков Детской литературы Как раз в гимназии Там преподаватель гимназии Говорил что На пятерку Мой предмет Знает только Господь Бог Я вот с Божьей помощью На четыре Поэтому больше тройки Я никому поставить Не смогу 6,7,212,93,9 6,7,213,93,9 Я понимаю что мы уже Плавно так переходим Все таки к обзору Книг может быть У вас есть тоже Книги про школу Которые вы читали Запомнили Которые Ну вот ваши любимые Книги про школу Может быть как раз Такие те самые книги Которые могли бы Мотивировать Ну вот Детей Лучше учиться И как то вот Ну Помочь их Социализации В школе Можно просто Которые запомнились В которых Опять же таки Вот Брать Тот же Книгу которая На меня провела В детстве Большое впечатление Это книга Погорельского Черная курица Или подземные жители Там в принципе Может самую повести Не так Но вот Экранизация этой книги Которая была по моему Где то в 82 году Сделана Да Там именно показана Вот Это вот гимназия Опять же таки Муштра такая Барабанный бой И прочее Сама по себе Книжка И кстати она Вполне мотивирует У меня есть мораль Как мы знаем Мальчик Алеша Обучается в петербургском Пансионе Дело происходит В 1790-х годах И вот он Значит У него Он Родители жили далеко Он часто остается На каникулах в пансионе И он Заводит дружбу С черной курицей С чернушкой Он ее там спасает От кухарки И прочее Все И оказывается Что чернушка Она не просто чернушка Она министр Тайного Тайного кабинета То есть там Есть тайная жизнь Тайная Значит Человечка И курица Это министр И вот за то Что он ее спасает Король этого королевства Который Находится под землей Он Значит Вручает Специальное семечко Алеша И благодаря этому Семечку Ему не нужно Учиться Он все знает Если семечко в кармане Он может отвечать Знает буквально все И вот Однажды он Семечко потерял И Это вполне Вполне Такое Вот мотивированное Кстати Что Ничего надеяться На чудеса Надо учиться На гугл Надейся Все таки Сам не оплошай Ну что Вот может быть Кто-то из наших слушателей Вспомнит Свои любимые книжки Про школу 67212 93.9 67213 93.9 У нас Не так давно В гостях был Денис Драгунский Да Как раз таки Вот Денискины Рассказы Это не он написал Да Ну Виктор Драгун Ну он был героем Практически Этих рассказов Как раз Я думаю Что Это одна из таких Действительно Лучших книг Где Ну школа там Тоже проходит Во многих Во многих Рассказах И Очень Очень Ну еще одна Вот из таких Любимых книг Про школу Сейчас вот мы Примем звонок Здравствуйте Здравствуйте Реально Как бы Многие Когда смотрят Про И читают книги Скажем Прошлого века И так далее И где Затрагиваются Вопросы Не знаю Морали Истории Того же Самого Обучения Просто Не совсем Как бы Пытаются Отождествлять С нашим Временем Для их Времени Это был нормальный Как бы Уровень Обучения Да То есть Понятное Дело Что Стандарт Обучения Были Совершенно Другие То есть Скажем Исходя Из того Как Тогда Обучали То есть Человек Никогда В жизни Не получил Не Скажем Необычное Образование Не среднее Образование Да То есть Стандарты Тогда были Другие Другие Какие Более Высокие Или Низкие Нет Были ниже Намного Были ниже Да Скажем То же самое Геологические Да То есть Божье слово И так далее Ему Уделялось Больше Времени Чем Скажем В обычной Школе Или в обычном В обычной Гимназии Уделялось Меньше Времени Чем Тоже Самое Математике Это вы говорите Наверное Не про прошлое А про позапрошлый Век Да Скорее Всего Да Да Я говорю Именно Позапрошлый Потому что Я думал Вы говорите Про советскую Школу Нет Который Родился В прошлом Веке Ему тяжело Переключаться На позапрошлый А Есть ли Книги Какие-то Про школу Которые Вы запомнили Ой Про школу Про школу Знаете Про школу Как Так бы Сейчас бы Вспомнить Наверное Самые Такие Про школу Что-то Из детства В голове Да Вот так Сейчас я Попытаюсь Себе Представить Ну как В голову Приходит Кстати Очень Очень Неплохое То что Вот я Помню Описание Американских Школ Это В приручении Томасуэра Геккельбери А Да Безусловно Они Не хотели Идти в школу Потому что Для них школа Была реально Пыткой И они Искали Возможности Не посещать Никаким образом Школу И то же самое Геккельбери Насколько я Помню Всеми Возможными Способами Когда он Или это была уже Приемная мать Я уже тогда не помню Как точно Так уже Все смутно в голове Потому что читал Очень давно Он всеми Возможными Способами Пытался удрать Чтобы где-то Покурить Погулять с ребятами И так далее И так далее Да Действительно Марк Твен Описание Американской школы Да Запоминающиеся Как символ Марк Твена Ну мы еще Кстати Про американские школы Поговорим И в произведениях Других Американских писателей Более современных Но сейчас у нас Время Новостей Продолжается Программа Переплет Я напоминаю Что сегодня 31 августа Мы Беседуем О школе Да О книгах О книгах Педагогических И хочу кстати сказать Что продолжить Книгу Которая мне запала В душу Это между прочим Книга Педагогическая поэма Антона Семеновича Макаренко А про то Как главный Герой Конгрессный педагог Антона Семеновича Макаренко Прибыл Под Полтаву Чтобы организовать Колонию для детей Беспризорников И уголовников Я вот сейчас Немножко перечитал Начало Меня поразило Очень как современный язык Как она написана И более того В первой части Там же даже появляется Один учитель Украинский националист Который Который Вся учеба Состояла В изучении Украинских песен И вот это Думаю я подумал Как это актуально Вообще Вот И там действительно Показаны Все Все проблемы Причем Показаны Все И вот К воспитанию Малолетних преступников И борьба С антисемитизмом Среди учащихся И вот эти Не скрываются Проблемы Половой вопрос И там Понимаете Была сцена Как одна девочка Там родила И прочее В общем там Ну совершенно Все откровенно Четко Все описывается Вот И мы знаем Что не просто Было Макаренко Что он Противостоял Боролся С тогдашним Министерством Просвещения По главе Причем С Крупской И Крупская Была ярая противница Педагогических методов Макаренко Тем не менее Ему удалось Все сделать И посмотрите В конце концов Его школьники Его вот эти Бывшие преступники Они своими руками Стали собирать Фотоаппараты ФЭД Вот сейчас бы Это все Сейчас бы Если бы Начали Скажем Айфоны Собирать Малолетние преступники Но это Примерно такого же Типа Фотоаппараты Это достаточно Все таки Тонкая техника Согласитесь Ну да Конечно И вот они Начали это делать И просто Это считаю Что это Одно из лучших И хорошо читающих Хорошо написанных Произведений Вот Именно вот На педагогическую тему У Носова Была прекрасная книга Ну вот Витя Малиев В школе и дома И Опять таки Вот приключения Там Витя Малиева И Костя Шишкина Двух Ну Не то чтобы Двух двоечников 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 Натурально Которые тем не менее Очень обаятельные Они все время В чем-то Ну Впутываются В разную историю Но при этом они И дрессируют собак И гоняют в футбол Играют в спектаклях И вот Школьная жизнь Которая показана Их глазами Она буквально бурлит И так Очень ярко И хорошо Могу с вами поспорить Эта книжка Подверглась недавно Тщательному Разбору Во-первых Мы знаем конечно Что эта книжка Получила Сталинскую премию Семь второго года При том что В ней не упоминается Сталин Потом уже Когда В журнальной публикации Сталин не упоминался Потом был вставлен Пионерский сбор И там на стене Висел портрет Сталина Так Сталина Там нигде нету Вообще Тем более что Носов не был Членом партии Вот Но это ладно Но вот Люди Литературоведы Которые внимательно Разобрали это произведение Нашли там Очень такие Непонятные моменты Я бы даже сказал Противоречия Во-первых Ну там Двоечник Два двоечника Витя Малеев Костя Шишкин Сначала запустили Школьные занятия Потом значит Исправились И стали отличниками Это как бы Было написано Чуть ли не по заказу Министерства просвещения Потому что тогда Как раз вот После войны Было очень тяжелое положение С успеваемостью С хулиганством Было раздельное обучение И хулиганство Мужских школ Просто Зашкаливало Вот То есть Очень Востокий процент Двоечника Приходился на Последний Год начальный Первый год Средний школ Много было Второгодников И даже было В феврале 49 года Министерство просвещения И отдел школ ЦК ВКПБ Формулировали заказ Советским детским писателям Создать произведения В жанре школьной повести И в них Случай Успешного преодоления Вот этих самых проблем И вот смотрите В этой самой В этой В этой школе Значит Действие Начинается С 1 сентября Занимает Один учебный год Правда Заканчивается в конце мая И вот смотрите В начале Они оба двоечники Получали Одни двойки А год Они заканчивают На одни пятерки Откуда взялись Годовые пятерки Если в первой И третьей четверти И второй четверти Они получали двойки Совершенно непонятно Абсолютно Потом Совершенно непонятно Почему Там видно Что Витя Не понимает Совершенно математику Не понимает Ни текстовых задач Ни алгоритмов Их решений И вдруг Сам Непонятно Почему В каком это толчку Начинается их решать Почему Какой Откуда он это взял Откуда на него На него это свалилось То же самое С его другом Костя И ее проблемы С русским языком То же самое Почему Откуда они вдруг стали Не показан сам процесс Они резко вдруг Как-то все поняли Прониклись И стали грамотными Или стали понимать Математику Опять же В этой книжке Не показано Никаких обязанностей Детей Ни у Витя Ни у Кости Ни у Витиной Сестры Лики Нет никаких обязанностей Они не убирают Ничего Не убирают Не моют посуду Не убирают коридор Не топят печку Ничего Они только учатся Их обязанность Хорошо учиться В быту Хотя называется В школе и дома Не показано абсолютно Ну а как же Веселая семейка Где они там Воспитываются Это другая Простите То есть вот Как бы Литературе Все-таки считают Что это такая Схематичная повесть По заказу Министерства просвещения И буквально Все постулаты Этого вот постановления Показать то Показать то Там Показать это Они как бы В этой повести Все показаны Но Сталина не было Тем не менее Да Тем не менее Действительно Повесть Несмотря на это Она читается Она переиздается Хотя я даже Много уже там Не понимаю В частности Тоже мужская гимназия Женская гимназия Прочее Вот Или школьная форма Фуражки там Ремни с пряжками Вот тем не менее Действительно Вот феноменальное Такое Может Сносовский язык Может что Она Успех Успех Огромный Успех Да Тем не менее Все не так хорошо И в американской школе Да Безусловно И вспомнил Стивена Кинга Например Кэрри Где школа Описывается Буквально Как какое-то Чудовищное место Где травят Вот Девочку Не похожую на других И практически Вот она там Устраивает В школе Лезню После выпускного Да 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Звоните Ну может быть Вспоминайте Там Рассказывайте Какие книги Про школу Вам запомнились Какие книги Может быть Вы хотели Порекомендовать Кстати про американскую школу Вот так сказать Насколько изображалась В советской детской литературе Плохо школа Дорельционная Хорошо школа советская Также плохо изображалась Школа американская А где мы изображали Да Вот Кошмарная книга Моего детства Роман писательницы Писавшей Под псевдонимом Эн Кальма Стоящее имя Анна Иосифовна Кальманок Книжка Дети горчичного рая 52-й год С разгар холодной войны Действие происходит В Америке В Америке В крупном городе Есть такой Значит Поселок Пригород Называется Он горчичный рай По цвету домов Там значит Негры живут Иммигранты с Украины Белые И все почему-то Учатся в одной школе Вот в этой школе Значит Есть очень хороший учитель Такой прогрессивный Белый И все остальные Значит Там такие Довольные И вот там Как раз показано Это вот Ломай еще душу И как бедный учитель Выживает из школы Потому что он не Одобрил российское Сочинение Про одного ченника И плохо писал Про негров И прочее И вот там Это вот Такой идеологический продукт Холодной войны Но написано очень хорошо Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Добрый день Как вас зовут? Очень хорошая Очень хорошая книжка Про школу Кондуит Ишфабрами Да Безусловно Льва Косили Вы давно ее читали? Я ее читал много раз Давно Но помню очень хорошо Чем она вам так нравится? Ну Очень с юмором написана То есть я считаю Вообще это классика советского Да Это безусловно Но это в принципе В любой возраст Будет интересно ее почитать Сейчас наверное уже Не помнят ее А вы Ну своим детям Если Читали ее? Знаете Нет Я ее не читал Задавал Может быть вслух там читали Не идет Нет Нет Я уже в таком более зрелом возрасте Пытался как бы Пацану начать слишком Но Современные дети И наше поколение Немножко как бы Да Хорошо Спасибо Очень интересная книжка Непонятно то что она конечно Тоже носит продукт идеологический Там же показаны Из-за рождающейся революции И тоже отец главного героя Он такой тоже прогрессивный Врач там Просто противостоит Маркобесам Тем не менее Да Читается Читается очень хорошо Интересно Конечно когда знаешь Судьбы главного героя Например что Брата главного героя Расстреляли в 37 году То как то уже Ну если этого не знать И читать И читать в детстве Всю эту книжку Она действительно читается Очень интересно Но это не только Тот же вот Валентин Катаев В книжке Разбитый рюк Или волшебный Рокоберона Тоже в таком же Оставил Воспоминания о своих О гимназиях И школах И о И всех Этих Хулиганских Своих Своих Проделках То есть вот Такие Крупные писатели Которые вот Где-то 60-х годов Прошлого века Советские Они все Фактически Учились В дореволюционных Гимназиях Все оставили Воспоминания И все вот С одной стороны Там юмор какой-то Писатель А с другой стороны Показано Что вот это Царская гимназия Что она Как бы вот Калечила Что потом Что потом Последовала революция И там Показаны рюли Как революционеры И все вот эти Волнения То есть Тут соблюдена Вот пропорция Необходимая Ну вот можно Вспомнить Книгу Четвертая высота Елены Ильиной Там Хотя она не про школу Конечно Но тем не менее Но вот школа Присутствует Обязательно Там таким Вообще Мне кажется Что вот Фильм Книги Для детей Для подростков Там школа Ну обязательно Присутствует Конечно фоном Даже и в книжках Крапивина Да А помните Книжку Медведева Баранкина Будет человеком То, что все Происходит в школе И баранкина Будет человеком Это ему говорят Учителя Осиева И вот Валентина Осиева Ильдинка А нет Трубачок Да Васюк Трубачок И его товарищи Эта книга Конкретно Про школу Там тоже Выглядит Образ Такого Учителя Такого Заботливого Который Относится Буквально Как отец родной К мальчикам И девочкам К учителям И показан Да И потом дальше Вторая часть Они приезжают На Украину Перед войной Потом оказывается Попадает Немецкую оккупацию Третья часть Они школу И то восстанавливают Но это такая Все-таки Несколько Нравоучительная Конечно Повесть Но вот я ее читал В детстве Это интересно Все Валентина Катаева Можно вспомнить Каверина Каверина Два капитана Вот я вспоминаю Что там тоже Ведь был детский дом Но В начале В начале Но там в принципе Ну вот Учеба тоже Там Там учитывая Главный герой Был немой В самом начале Да Там так Несколько специфическое Конечно Сложно было В Кортике В принципе Тоже Такие какие-то Вот Ну хотя Действие происходило Там на каникулах Я помню Но тем не менее Ну вот Какие-то вот Моменты Организации Отдыха пионеров Вот перерывами Между школы Там присутствуют Ну вот В общем В принципе Советская школа Если какие-то Проблемы были Проблемы были в кино Вот в фильмах Динара Асанова Показаны проблемы В школах В основном В литературе Ну вот У Челла Если можно Да У Алексина Там было еще Может там Были какие-то Ну конфликты Показаны Между учителями Учениками Вот даже Ну так Очень интересно Но вот действительно Уже перестройка Повесть Железнякова Чучела Которая написана Была по-моему В 81 году Экранизирована В 83-м Роланом Быком Это вот Можно сказать Начало Вот такого Критического Пересмысления Советского Педагогического Опыта Замечу Что фильм Так по тем временам Был невероятно Смелым И Очень Ну На него Ходили буквально Как на какой-то Блокбастер И там в принципе Сюжет фильма Практически Не отличается От книги В заключении Несколько персонажей Вот той самой Героине Под именем Железная кнопка Которой играла Ксения Филиппова Ее нету Там был мальчик Вместо нее Но это уже Чисто произвол Быкова Ему понравилась Эта девочка Он решил ее Снять И поменял И поменял Сценарий Ну и Фильм Несколько Все конечно Обостряет В книжке Героиню Никто Не бьют Они просто Ее окружают Но не бьют Вот Ну и есть Такие Несколько моментов Все таки Как бы В перестроечную пору Там несколько Такое Обострение Допущено И может быть Тогда просто Не могло пройти Это в книжке Но уже могло пройти Фильмы Поскольку Цензура уже Как бы Смягчилась Точно так же Наверное И вам и не снилось Галины Щербаковой Можно Ну вот сказать Что вот Как и Чучело Это Была перенесена Повесть На экраны И Вам и не снилось Ведь это тоже был Такой этапный Момент В нем Практически Был подростковый Извините Секс Да Да Это Желал юности Помню Такая розовая Была Ее рвали Там буквально Из рук Да Потому что Это ну По тем временам Это была просто Революция Здравствуйте Добрый день Здравствуйте Насчет Американской школы Очень хорошо Пишет Мартин Лажни В четвертом Позвонке Так Да Финский писатель Да Очень Очень Кстати Смешная вещь Безусловно Алло Алло Да Вы в эфире Да Пожалуйста Еще Как Заметил Один из ваших Звонивших Кондуйт из вам Брания Великолепнейшая книга В детстве Зачитывался Да Ну что-нибудь Еще Может быть Ну Все Что У меня Зона Было В Чуковске Свеберный Герб Довольно Скучновато У Моршака Воспоминания О школе Здорово Написано Да Приходил В церковь И ставил свечку Чтобы школа Сгорела И ничего Не получалось Каждый раз Молил Бога Значит Все Если говорить О современной Литературе Уже Вот В наших дней Буквально 21 века Мариам Петросян Дом В котором Там Описывается Ну Не школа Конечно Но интернат Для детей Инвалидов И Такая Ну вот Очень Яркая Книга По-моему Вот Мариам Петросян Можно назвать Автором Конечно Одной книги Но Это Вот Одно Из таких Самых Больших Произведений Ну Мы Как-то Пропустили Проскочили Старика Хатабыча Кстати Лазаря Лагина Старика Хатабыча Да Две Редакции Там Это Было Повести Ну Там Были Казалось Именно Внешнеполитической Обстановке В принципе Вот Ну Школа Да Школа И этот Знаменитый Эпизод Который Вошел В фильм Когда Значит Вот Хатабыч За Голику Отвечает По географии Про Инди Про Пляшевых Людей Покрытых Береми Да Это Самый Запоминающий Действительно Самый Яркий Эпизод Который Был Именно Со школой Связан Ну Что Читают ли Современные Дети Все эти То что мы Все Перечислили Я тоже Не знаю Судя по нашему Одному из Звонивших Как-то Тяжело Их заставить Прочитать Эти книжки Другие герои У них Гарри Поттер Вот книжка Про школу Да Кстати Вот Железнякова Чучела Ведь у него Была книга Чудак Из По-моему Шестого У него Называлась Б А затем Фильм был снят Чудак Из пятого Героя Со страной Фамилии Сбандута Это да Да Ну кстати У него было Чучело Два Продолжение Чучело Два Тоже Из таких Вот книг Про Школу Еще Не помню Пантелееву Упоминали Республику Шкин Нет Вот Ее Дикая Собака Динго Из Зарубежных Книг Вот Белла Кауфмана Верх По лестнице Ведущий Вниз Тоже такая была Очень Сильная книга Посвященная Тоже американской школе Перечислять Там можно Долго Но вот Меня конечно Интересует Поскольку Все это Устаревает Уже Другие Учебный процесс Ставится по-другому Некоторые вещи Современным школьникам Уже не понять Как вот то Разделение на Мужские и женские Школы На все вот эти Чернильницы Там Непроливайки Там Сети там Парты с откидывающими Крышками Уроки чистописания Которые наверное Уже сейчас Крышки в косую линейку Прочее все Промокашки Которые вообще Совершенно Ручки Серевые ручки Прочее Все вот это Как бы Вся вот эта Атрибутика Она может Уже так восприниматься Современными Школьниками Архаичными Наверное это И хорошо Что Может быть Вот Ну меняются Какие-то Меняются Внешние признаки Но ведь Действительно Там есть Непроливайки Там Промокашки Но самое ведь Главное Что эти Книги Они зацепили Мне кажется Другим Ведь они Показывают Мир детства Они показывают Вот эту Любознательность Любопытство Ребенка Который Хочет Все узнать И он Они показывают Возможно Какие-то Ситуации Жизненные Которые Вот именно Ситуации Могут повторяться В школе А не Какие-то Внешние Атрибуты Да Процесс Знаний Получения Знаний Может конечно Отношение С учителем Ну вот Какие-то Контакты С учителем То есть Это Все то Что Наверное Остается Именно Самым драгоценным В этих Книжках Это Какие-то Человеческие Отношения Вот эти Уроки Первые уроки Ну вот Социализации Появления Друзей Появления Каких-то Компаний Там Дружбы Предательства Можно ли Стучать Там На своих Друзей Там Закладывать Учителю Или нет Вот эти Все какие-то Ситуации Мне кажется Именно они Повторяются В жизни Каждого поколения Да А предметы И оценки Могут быть разные Могут вообще Школа быть без оценки Те предметы Которые Когда-то Изучали Школьник Сейчас вообще Их нет Греческий Например Язык Греческая Литература Закон Божий И так далее Вот Ну На этой Я думаю Оптимистичной ноте Мы наверное Можем и Завершить Сегодняшнюю программу Напоминаю Что она была Посвящена у нас Первому сентября Школе Всему Что было с ней связано Все хорошо Завтра школ Микс Ньюс